Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь лето и каникулы! Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами как всегда, Алплей, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня, ребята, у нас будет с вами очередная подборочка мобильных игрушек, и давайте начнем с крутой игрухи, которая называется Ваги Хоррор! Начинаем здесь мы с вами играть уже с 11 уровня, первых 10 левелов я прошел, и здесь мы с вами будем играть либо за космонавта, либо здесь мы с вами будем играть за монстра Хаги Ваги Мама Длинные Ноги. Если мы с вами будем играть за Хаги Ваги Мама Длинные Ноги, нам нужно поймать всех космонавтов, которые тут бегают. Если мы с вами будем играть, наоборот, за космонавта, то нам нужно продержаться отведенное время и, соответственно, сделать так, чтобы Хаги Ваги Мама нас не поймала. Ну вот, мы с вами один уровень уже и прошли. Да, кстати, давайте мы с вами, возможно, крутанем один разочек вот это вот колесо и посмотрим, что нам выпало. А нам с вами выпало аж 400 монеток. Это очень-очень хорошо. Здесь мы с вами в магазине можем себе покупать за эти деньги какие-то новые скины. К примеру, здесь у нас есть скины космонавтов и здесь у нас есть скины различных монстров. Пока давайте, ребят, мы с вами ничего покупать не будем, попробуем немножечко денег побольше накопить. Ну что же, погнали, следующий левел и здесь мы с вами играем как раз-таки за монстрика Хаги-Ваги. И давайте будем ловить космонавта. Вот одного космонавта я поймал. Сейчас я, ребятки, второго космонавта поймал, третьего и один космонавт прячется в коробке. Отлично, он вылез с коробки и мы его с вами прихлопнули. Круто. Вот и всех космонавтиков мы с вами поймали. Это означает, что переходим к следующему, к 13 левелу. Здесь опять мы с вами будем играть за Хаги-Ваги. Мама, длинные ноги. Время у нас закончилось, теперь мы будем ловить наших маленьких космонавтов. Здесь, как вы видите, плюс один космонавт. В предыдущем уровне мы с вами ловили четырех, а здесь у нас уже есть пять космонавтов и нам нужно всех их поймать. Все бы, конечно, ничего, но очень-очень, ребятки, долго эта наша Хаги-Ваги-мама передвигается. Круто. Ну что же, следующий левел у нас будет 14. Давайте посмотрим, за кого мы здесь с вами будем играть. Так, никого я пока что выбирать не буду. О, опять играем за Хаги-Ваги. Круто. Опять играем за монстрика. Сейчас я попробую, ребятки, поймать всех пятерых космонавтов. Вот у нас есть различные пассивочки для ускорения, для того, чтобы прятаться и так далее. Ой, где ты? Ха-ха, привет. Привет. Он думал, что он от нас убежит. Нет, не убежал. И вот один последний еще остался оранжевый. Мы его с вами тоже поймали. Круто. Всех-всех космонавтов мы с вами поймали. Следующий левел у нас будет 15. Это у нас бонусный уровень. Здесь можно побольше собрать деньжаток. Конечно, тут нам всего-то нам всего дается где-то 15 секунд. Но мы с вами... О, глядите, ребятки. Я практически за это время, которое мне было отведено, все собрал. Один-единственный вот этот вот шарик остался. Но он мне, в принципе, без надобности. Отлично, ребятки. С этой игрушки тогда все. Давайте сыграем в следующую, а это будет Rainbow Garden. В этой игре мы с вами будем играть в различные мини-игры, где у нас будут радужные друзья и другие монстрики. Давайте начинать по порядку. Самый первый вот этот вот режим, он, в принципе, мне нравится больше всего. Первый и второй режим. Мы сегодня обязательно в них сыграем и, возможно, еще в какие-то. Итак, в этом режиме мне нужно найти... Ой, мне нужно убежать, конечно. И нужно найти всех птичек. Тут у нас будет 6 птичек. Нужно всех этих 6 птичек найти и притаскать вот сюда, вот в центр. Если мы с вами это сделаем за отведенное время, то выиграем. Если не успеем, то проиграем. Ну, так. И осталась одна-единственная еще птичка розовая. Все, вот желтый чувачок принес розовую птичку. Соответственно, этот режим мы с вами выиграли. Нам с вами сейчас подбросят 500 монеток и один кристаллик, что не может не радовать. Круто. Так, значит, мы с вами в первый режим сыграли, как я сказал. Давайте тогда сыграем еще и во второй режим. Здесь нам нужно ловить уже своего рода таких вот монстриков-грэмлинов. Мы с вами должны их поймать в колбочку. И потом должны в центр сюда вот затаскать. Так, тут у нас монстрика в этих нету. Где же они прячутся? А вот один монстрик есть, но там у нас другой монстряка злой. Поэтому мы его не берем. Вот мы взяли, ребятки, одного пушастика. Пухнастика. И сейчас попробуем в центр его сюда вот доставить. Отлично. Вот мы с вами доставили уже троих вместе с моей командой. Сейчас у нас будет четвертый. Я дотаскал. И еще, ребятки, у нас тут два монстра. Нужно как-то притаскать. Ай, 13 секунд осталось. Ребят, если мне сейчас не помогут, то все, мы проиграли. Остался один-единственный монстрик. 7 секунд. И, наверное, ребятки, это все. К сожалению, у нас закончится время. Я притаскал аж троих монстриков. Мои союзники притаскали только двоих. Если бы они мне помогли, все было бы нормально. Так, к сожалению, ребят, одного мы с вами не успели доставить. Поэтому этот режим проигрываем. Ладно, давайте поиграем что-то с... Что-то с... Другое. О, вот этот вот третий режим тоже прикольный. Он похож на беги, сосиска, беги. Была такая игруха. Тут нам нужно делать что-то похожее. Здесь мы с вами можем либо подпрыгивать, либо мы можем с вами вниз как бы... Проскальзывать вниз. Где нам нужно подпрыгнуть, нужно подпрыгнуть. Где нужно проскальзывать вниз, мы должны проскальзывать вниз. Главное, чтобы радужный монстр вот этот вот нас не поймал. Сейчас еще побольше монеток. Попробую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Побольше монеток собрал. Но, к сожалению, у самого-самого финиша, ребятки, мы с вами проиграли. Нас поймали. Ладно, давайте еще разочек переиграем этот же самый режим. Думаю, что в этот раз у нас все должно получиться. Главное, друзья, нам добраться до финиша. Денетки, это, конечно, хорошо. Но здесь все-таки лучше добраться до финиша живым-здоровым. Так, круто. Вот мы с вами практически половину уже прошли. И большую даже половину, друзья, мы с вами прошли. Осталось совсем немножко. И вот тут я врезался. Это у нас похожая ловушка. И все, мы с вами добрались до самого финиша. В этот раз мы с вами выиграли. Нам опять заплатят 500 монеток и один кристаллик. Нет, друзья, даже не 500, а 1600 монеток. Это неплохо. Ладно, с этой игрухой тоже тогда все. Давайте играть дальше. И следующая у нас будет Bomber Friends. Тут у нас есть уже один сундук открыт. Давайте мы его с вами полностью-полностью заценим. Ну, прикольно. Оставим следующий, чтобы сундучок у нас открывался. А сами давайте поучаствуем в баттле. Сейчас игра подберет нам троих соперников. И мы будем сражаться. Отлично, соперников нам уже подобрала игруха. Давайте будем бомбочки ставить. Нам нужно уничтожить наших противников. Отлично. Здесь мы с вами можем бомбочку поставить. О, нет, ребятки, я не то сделал. Фу, нет, все-таки повезло. Друзья, если честно, я думаю, что мне уже трындец. Так. Так-так-так-так, убегаем. Ха-ха-ха, не получилось тебе меня, так сказать, подрезать. Так, иди сюда. Я тебя, короче, поймал. Отлично. Вот мы с вами одного поймали. Значит, железно последнее место не возьмем. Так, давайте мы где-то здесь еще наших бомбочек немножечко понаставим. Круто. Здравствуйте. О, нет, 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 нет. Здесь мы бомбочку ставим и... Блин, ребятки, все-таки подрезала эта бомба, меня догнала. Получается, что я погиб и еще один чувак. И в результате мы с ним разделили второе место. Какие-то прям очень серьезные противники мне попали. Давайте еще один разочек сыграем. Надеюсь, в этот раз уже будут немножко полегче. Чуваки, я практически-практически заточил, но вот попал, можно сказать, в свою собственную ловушку. Ладно. Значит, нам здесь опять нужно расставлять бомбы и взрывать все вот эти вот препятствия, которые тут есть. Давайте мы с вами этим и займемся. Так, здравствуй, моя маленькая радость. И все, ребятки, вот мы с вами одного чувака уничтожили. Ого, смотрите, что после него тут образовалось. Прям целая какая-то лавина. Ничего себе. Походу он был очень хорошо прокачанный, друзья. Но это ему, конечно, не помогло. Мы его с вами уничтожили. В ловушку загнали, можно сказать. Сейчас попробуем еще других чуваков загнать в ловушечку. Так, отлично. И сюда, чувак. Отлично. Я только что пассивочку одну забрал. О, круто, ребятки. Еще моя бомбочка одного чувака уничтожила. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Нет, нет, нет. Фу. Чуть было опять, а не поддался на провокации. Здравствуй. Нет, убегом, бегом, бегом, бегом. Нам нужно убежать, чтобы этот вот чувак нас не догнал. Так. И сюда. Опа. Нет, не попал в ловушку. Я опять хотел его в ловушку, свои друзья, загнать. Но, к сожалению, он... А, да, теперь мы с вами уничтожили его. Отлично. В этот раз мы с вами взяли первое место. Круто. Один раз сыграли, к сожалению, неудачно. Второй раз взяли первое место. Круто. Играем дальше. И следующая наша игра будет... Кик за Бадди 2. Тут мы с вами будем подвергать различным испытаниям нашего Бадди. Давайте мы с вами выберем еду. У нас тут есть различные, видите, всякие вкусняшки, которыми мы будем атаковать нашего Бадди. Давайте сперва мы с вами попробуем напоить его шампанским. Так. Давай. Ну уже. Нам нужно, чтобы это шампанское, ребятки, взорвалось. Отлично, вот оно взорвалось. И давай пей. Сейчас Бадди напьется шампанского. Видите, какие у него глаза будут, как будто его загипнотизировали. И теперь он будет себя вести неадекватно. Так, отлично. Теперь мы с вами можем его, к примеру, картофеля... Даже не знаю, как оно правильно называется. Картофельное оружие. Потату ган. Да, картофельное оружие. Здесь мы с вами будем стрелять картошкой в него. Можно нам стрелять прям по голове, по ногам. Ну, картошка нас не сильно много урона наносит. Если честно. Нам нужно выбрать, наверное, что-то другое. Сейчас я постараюсь, ребятки, ему побольше нанести урон. По голове прям вроде как бью, но ничего не происходит. Не, картофельное оружие, конечно, не особо нормальное. Мы с вами можем взять, например, яблочный пирог. Да, яблочным пирогом. Вот так вот его прям забросить. Кстати, по-моему, можно несколько яблочных пирогов выкидывать. И, ну, давай. Совсем немножко еще осталось. Ай-яй-яй-яй-яй. Глядите, он справляется с нашими яблочными пирогами. Мы его с вами уничтожить не можем. Ну, получай. Не, ребятки, глядите, не могу. Ну, конечно, оружие слабоватенькая еда. О, кстати, можно взять хот-дог и, по-моему, хот-догом его накормить. Давайте вот так вот сверху будем бросать. Он будет есть эти хот-доги. Давай. Ну, что ты не ешь? А, ребят, наверное, он не ест из-за того, что он пьян. Мы его с вами накормили шампанским, вернее, напоили. И он не может хот-доги есть. Ладненько, давайте тогда поменяем оружие, выберем что-то такое более эффективное. К примеру, у нас с вами тут есть огнемет. Это очень крутая штука. Давайте мы с вами сейчас его просто-напросто подожжем. Отлично. С одной стороны подожгли, сейчас еще с другой подожжем. И вот так вот будем его поджигать до тех пор, пока он у нас ласты не завернет наш бадди. Шапка у него, конечно, очень мощная. Все, и вот, наконец-таки, этот бадди у нас пал смертью храбрых. Ну, картошка, видим, и все остальное у нас мало наносит урона. А вот, к примеру, вот это оружие, которое мы с вами выбрали, оно довольно-таки уронистое. Мы с вами можем взять М202. Это крутая штука. Она выпускает 4 ракеты, по-моему, сразу. И 4 ракеты прям сразу наносят урон бадди. Ну, конечно, до конца мы его с вами еще не добили этого бадди. Он все-таки жил здоров после попадания 3 раза ракеты. Но, тем не менее, его, я думаю, что мы с вами побольше покоцали, чем от картошки, да. О, отлично, все, мы его с вами уничтожили. Круто. Два раза мы с вами бадди коцнули, и можно поиграть что-то другое. Давайте сейчас мы с вами поиграем в Angry Birds 2. Итак, вот у нас первое сражение птичек против этих зеленых свинюшек. Нам нужно их уничтожить. Кого мы с вами выберем? Давайте, наверное, мы с вами возьмем бомбочку и попробуем именно бомбочкой их уничтожить. И да, отлично, первое здание мы с вами уничтожили. Здесь нам нужно, получается, что 3... пройти 3 арены. Следующая арена. Здесь мы с вами можем выбрать какую-то птичку. Давайте, наверное, мы с вами, знаете, что возьмем? Давайте мы с вами, наверное, возьмем нашего Чака и попробуем его вот туда вот запустить. Надеюсь, он попадет в ТНТ. Отлично, да, он попал в ТНТ. И сейчас это здание должно упасть вниз. Возможно, еще и зацепит других свинюшек. Ай-яй-яй, оно вроде как и зацепило этих других свинюшек, но одна все-таки осталась жива-здорова. Или, возможно, даже не одна, ребятки. Знаете, как нам нужно сделать? Нам, наверное, нужно прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо вот сюда вот как-то запустить нашу птичку. Получится? А, отлично, да, друзья, видите, в этот раз у нас все получилось. Это здание мы с вами разрушили. Передвигаемся к следующей арене. Сейчас ее тоже попробуем зачистить. Так, что мы с вами возьмем? Давайте мы с вами возьмем Реда. Попробуем это здание столкнуть вниз. И, надеюсь, оно зацепит хотя бы какое-то другое здание. И мы сумеем, ребятки, его разрушать. Так, ну, почти, почти у нас все получилось. То, что мы хотели. Значит, нам с вами нужно взять, значит, нашу красную птицу. И вот туда вот ее запустить. Опа! Все? Все или не все? Ну, уже осталось две свинюшки. Мы с вами их добили. Отлично. Это здание мы с вами тоже разрушили. И осталось последнее. Нам нужно, друзья, его тоже разрушить. Здесь я предлагаю взять сразу бомбочку. Прям долго не думая. Отправляем ее туда. И ба-бам! Ну, что, все или не все? Да, и все. Вот мы с вами тоже разрушили. В принципе, все свинюшки попадали вниз. И нам засчитали победу. Три звездочки, друзья. Это очень и очень неплохо. Отлично. Следующая игруха, в которую поиграем. Ну, пускай будет Хилл Клайм Рассин 2. А здесь мы с вами можем сыграть за мою новую тачку. Сейчас я вам ее покажу. Я в прошлый раз ее открыл. Это вот такой, ребятки, баги. Дан баги. Кстати, мы с вами вообще его не прокачивали. У меня тут, видите, кое-какое... Кое-какие машинки уже прокачены. Что-то лучше, что-то хуже. Но, в принципе, прокачены. А вот этот баги пока вообще никак мы с вами не прокачивали. Значит так, выбираем тогда его и давайте попрокачиваем хотя бы по 2, по 3, по 2, по 3 прокачечки сделаем на каждый агрегат для того, чтобы он более-менее по-человечески ездил. Тем более, что деньги у меня имеются. Вот мы с вами по 2 раза все вкачали. Давайте мы с вами вкачаем, наверное, полностью все по 3 раза. И последнее 3 300. Ну, все, друзья. Мы вроде как более-менее прокачали наш баги. Давайте теперь посмотрим, как на нем можно будет гонзать. Так, ну, поначалу вроде даже неплохо. Мы с вами выбились в лидеры. Правда, тут 2 машины меня преследуют. Знаете, чем хорош этот баги? Он хорош тем, что у него большие... А, колеса! Ой-ой-ой, нет! Давай-давай-давай. Чуть было, я еще не врезался. Но вроде пока что мы с вами двигаемся в правильном направлении. Осторожно, главное, ни во что не врезаться. Если мы придем первый, будет круто. Да, но практически первый. Он, кстати, очень легкий, но вроде как все получилось. Круто, ребятки, пока что мы с вами выигрываем. Первый заезд или первый забег мы с вами выиграли. Хорошо, погнали дальше. Ой, я проспал! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, сейчас попытаюсь все-таки догнать моих противников. Я иду пока третий. Так, осторожно. Я иду уже второй. Гот, тут кто-то на моцке меня опережает пока что. Так, но мы сейчас должны его догнать. Кактусы, кактусы меня тут замедлили. И да, все, я выбился в лидеры. Отлично, все, ребятушки. В этот раз мы с вами опять пришли первые. Было довольно-таки сложно, но все, у нас получилось. Два заезда мы с вами выиграли. Сейчас даже, по-моему, если я перевернусь, приду последним, то мне засчитают победу. Очень прикольный багги. Вот самое-самое, наверное, его... Самый его большой минус это то, что он очень легкий. Он постоянно переворачивается, хочет перевернуться. То есть ему прям сильно на нем газовать постоянно не будешь. Нужно притормаживать. Но зато, ребятки, немного денег нужно для того, чтобы его прокачать и выигрывать на нем гонки. Так, хорошо. Ускоряемся. И в очередной раз мы пришли с вами первые. Получается, что мы с вами выиграли. Круто. Ну что ж, друзья, давайте тогда сыграем в следующую игрушку. И это будет растение против зомби. Мы тут с вами продолжаем проходить кампанию. И у нас здесь 10 уровень. Если мы его с вами пройдем сейчас, то будет у нас новый режим. Но здесь нам нужно немножечко потрудиться. Тут у нас будет главный босс. И, скорее всего, что против него как раз-таки мы и будем сражаться. Пока что-то у нас тут вообще никого нету. А, вот этот главный босс. Да, будет его сложно победить. Но я надеюсь, у нас все получится. Нам тут будут давать рандомно растения. Мы их с вами будем выращивать в эти вот горшки. И таким вот образом будем сражаться и побеждать. Давайте уничтожаем. Отлично. Так, тут у нас еще один зомбак, кстати, подошел. Тут уже два зомби идет. Ребят, нам нужно какие-то... Давайте, наверное, здесь мы с вами еще поставим наше растение одно. Ну, глядите, тут у нас получается, что зомбаков подходит уже довольно-таки большое количество. А капусты у меня всего-то навсего три куста. И все. А, вот, отлично. Есть у нас тут еще арбуз. Так, мне нужно самый-самый низ вот этих вот завалить зомбаков. Потому что там уже прям плотно и подошли. Так, привет. Привет, злой зомби. Как тебя уничтожить? Отлично. Вот мы его, по-моему, чуть-чуть, чуточку мы его с вами, ребятки, ударили. Ого, прям валун какой-то он бросил. Так, тебя уничтожить. О, нет, он бросил валун. И сейчас, наверное, все мои будут уничтожены растения. Ребят, сложно, очень сложно с ним сражаться. Я думаю, что для того, чтобы его выиграть, для того, чтобы его уничтожить, мне тут нужно поиграть, наверное, даже минут сорок. Ну, ладно, не сорок, минут двадцать, наверное, надо. Потому что, смотрите, сколько у него много здоровья. И я совсем чуть-чуточку этого здоровья у него только собрал. Да, наверное, это будет серьезный махач. Отлично, на, получай. Сейчас опять он, наверное, будет выпускать этот вот снежный ком, который мне нужно будет каким-то образом... А, уже не снежный. Здесь у нас уже пошел какой-то огненный ком. Ай-яй-яй. И я его, к сожалению, остановить никак не могу. Да, это будет, ребята, жесткая рубка. Как я и сказал, здесь мне нужно будет играть, играть и играть, для того, чтобы выиграть. Походу, даже... А, смотрите, прям всех уничтожает. Да что ж ты будешь делать? Хорошо, что у меня тут заморозка есть. Ладно, сейчас я попробую проставлять так свои растения, чтобы они наносили максимальный урон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне здесь нужны... Здесь мне нужны перчики. Здесь мне нужно что-то такое, чтобы сдалека уничтожать этих зомби вражеских. Да, друзья, наверное, в эту игру мы с вами поиграем в следующий раз. Я не хочу прям 20-40 минут уделять одной игре. Поэтому пока что все. Давайте сейчас поиграем. Мы с вами уже в самую последнюю игруху на сегодня. Это будет Крафтсман. Тут у нас есть, в принципе, мир, где мы продолжаем выживание. И у меня тут есть... Я уже, видите, тут начал постройку ловушек. Это было у нас, можно сказать, первая такая ловушка. Поближе подойдем. Давай. Ай, упал. Ну ладно, ничего страшного. Она, в принципе, не нужна. Значит, здесь мы с вами уже начали, видите, строить ловушку. Единственное, чтобы ее закончить, мне нужно ведро для того, чтобы воды наносить. А ведра этого нету. У меня также тут есть более-менее человеческое уже жилье. Где можно тоже там жить, поживать, добра наживать. Но я хочу отправиться в каком-то определенном направлении для того, чтобы посмотреть, может, я найду деревню. Поэтому сегодня мы с вами, я уже, видите, заранее сделал 53 факела. Сейчас я возьму с нашего сундука, или с печки, где моя еда-то. Или она у меня уже есть. А, у меня есть. Вот я взял себе куриную ножку, взял яблоко. И так, и мне нужны факела, где я их уже поставил. А, вот у нас еще два кусочка мяса есть. Ну и 53 факела. Отлично. Также нам с вами нужен меч. И таким вот, так сказать, обмундированием мы с вами отправимся в какое-то направление для того, чтобы найти деревню. Не знаю, сколько я пройду. Посмотрим. Короче, на своем пути я буду расставлять вот так вот факела. И по этим факелам потом можно будет вернуться домой. Например, если мы с вами отойдем довольно-таки далеко и назад, ну, не вернемся, да, не будем знать, как вернуться, то вот по факелам мы с вами сможем вернуться домой. Это первый вариант. Второй вариант. Если меня уничтожат, то я должен буду заспавниться на своей кроватке. То есть в своем том домике, который я построил. Поэтому, если нас убьют, ничего страшного. Если нас не убьют, по факелам мы с вами найдем дорогу домой. Тут у нас, правда, начался дождь. Очень, конечно, не кстати, потому что тут будут спавниться мобы. А мобов тут, ребят, может быть очень много. Прям гроза, прям ливень. Так. И плохо, плохо видно. Из-за дождя. Но надеюсь, что где-то деревня наша должна будет появиться. Тут, в принципе, периодически они как бы заспавниваются, эти деревни. Единственная сложность, это найти ее. Потому что мы с вами можем двигаться просто не в том направлении, где эта деревня будет. Добрались мы с вами прям до болота. Тут могут ведьмы обитать. Скорее всего, что домика мы тут с вами никакого не найдем. Я имею в виду, что деревню с домиками. Да, ребятки, наверное, придется все-таки возвращаться. Ладно, тогда давайте возвращаемся назад. Переждем уже дома дождь этот, когда у нас наступит нормальная погода. Отправимся просто в каком-то другом направлении. Ну, и это я уже сделаю, походу, в следующий раз. Если вам понравились сегодняшние игрушки, понравился сегодняшний ролик, поставьте, пожалуйста, лайк. С вами был, как всегда, Уплей. Всем удачки, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok